Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. В рамках общереспубликанского субботника высадили деревню на территории памятника музея защитникам перевалов Кавказа в годы войны. Благотворительная акция Совета ветеранов управления Росгвардии. Сотрудники посетили дом престарелых в станице Кардоникской. В Карачаево-Черкесии прошла олимпиада, посвященная 300-летию прокуратуры России. Как справились с тестированием школьники и кто победил, узнаем в нашем репортаже. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов в режиме видеоконференции принял участие в совещании под председателем вице-премьера России Марата Хуснулина. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила Карачаева-Черкесии проект развития территорий с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Благодаря данной поддержке будет реализован инвестиционный проект развития туристического рекреационного комплекса «Домбай». Планируется построить новые горнолыжные трассы, реконструировать существующие с расширением до 60 метров, отметил Рашид Емрезов. Инвестор построит скоростную канатную дорогу гондольного типа. В результате реализации проекта будет создано порядка 3,5 тысяч рабочих мест. Ощутимое похолодание придет на юг России. По словам синоптиков, холодный атмосферный фронт вторгнется в южную часть страны. Сейчас температура воздуха ниже климатической нормы. И далее о прогнозе погоды на выходные. Продолжение следует... В России реализуется патриотическая акция «Лес Победы». В Карачаево-Черкесии на территории памятника Музея защитникам перевалов Кавказа высадили 100 саженцев ясеня и липы. Цель экологического проекта – сохранение памяти опавших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Репортаж Карчибиджиева. 100 саженцев ясеня и липы посадили у мемориала защитникам перевалов Кавказа. Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» реализовало специальный проект под названием «Лес Победы». Его цель заключается в том, чтобы по всей стране в память о 27 миллионах погибших во времена Второй мировой посадили деревья. Данная акция не только развивает патриотизм в сердцах нашей молодежи, но и обогащает их культурно-нравственными ценностями, а также положительно отразится на экологии республики. «Поглощая углекислый газ и вырабатывая кислород, эти деревья, как и солдаты, стоят крепко, защищая нас», – сказала Валентина Лешова. «Только здесь, на этой территории, посажено 100 деревьев, но сегодня сажают и в районах, и в городе черкесские деревья, и в лесничествах сажают деревья. То есть это подведем итоги уже в понедельник, это будет, естественно, большое количество, которое саженцами лесничество обеспечивают, и сами приобретают районы саженца и горы. То есть в рамках этой акции, это достаточно большая акция, будет много деревьев посажено». Инициатором мероприятия выступило Министерство природных ресурсов и экологии республики. Также участвовали волонтеры Победы «Карачаевское лесничество», «Нацгвардия» и многие желающие помогали в реализации проекта. «Представители со всей нашей республики – это работники лесхозов, общественная организация «Зеленая Россия», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-наследники Победы», «Отдел по молодежной политике» и «Туризму» в нашей республике. «Наша организация решила принять участие в этой прекрасной акции, потому что мы считаем, что это очень патриотично, очень символично, так как данная акция приурочена не только лучше к экологию, а она создана в нашей республике в честь каждого погибшего во время Великой Отечественной войны, а их около 27 миллионов человек. Наша республика решила, что это будет очень и очень патриотично и символично принять в данной акции участие». Также в рамках проекта посадка ведется и на других участках республики. Сажать деревья в честь тех, кто ковал победу, пришли все неравнодушные люди, которые хотели внести свой вклад в память о защитниках нашей Родины. Карча Биджиев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Орджиникидзовский. Совет ветеранов Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии взял под свое шефство по строительству специального дома-интерната для престарелых и инвалидов Станицы Кардоникской. В этот раз они привезли им настоящую библиотеку по их собственному же заказу. О добрых делах расскажет Фатима Даурова. Сегодня в рамках рубрики «В гостях у Росгвардии» мы посетим специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов Станицы Кардоникской. Эта поездка состоялась в рамках благотворительной акции Совета ветеранов Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Это уже не первый визит ветеранов службы к старикам. С первого посещения они прочувствовали, что для бабушек и дедушек означает хоть малейшее проявление внимания к себе. Что я чувствую? Боль. Боль. Я сам, видите, не мальчик. И страшнее одиночества. Нет ничего. Ничего. Это больно. Это очень больно. Вот заглушить эту боль. Мы пытаемся вот таким образом. Когда бывалый солдат, видевший на своем веку ни одно боевое сражение по роду своей службы, говорит такие слова, все сразу становится на свои места. У нас ветераны. Основной принцип организации нашей – это сострадание, содружество, взаимопомощь. Люди, сострадание – это человеческий, ну, наверное, лучший признак человечности. Я не говорю о благотворительности, а именно о сострадании. Я говорю, вы там один раз побудете, увидите этих стариков немощных, и они всю жизнь будут у вас в голове. И вот это уже четвертый раз, наверное, да, Исмай? Четвертая акция. Ребята привозят продукты, одежду, обувь, постельное белье. Поймите, мы не финансируемся государством. Это все скидываются сами ветераны, пенсионеры. Волонтеров здесь встречали с особой радостью, с трепетным ожиданием в глазах. Старики радовались беседе, тому, что их уже узнают и приходят к ним в гости, как к старым друзьям. В долгие месяцы и годы каждый день видеть один и тот же потолок и одни и те же лица по соседней палате. Любому хочется разнообразия. Но они нашли альтернативу реальности. Это книги. В этот раз просьба заключалась в том, чтобы обновить их библиотеку. Бабушка Люда – заядлый читатель. С детства увлекалась детективами и классикой. Настоящую книгу она не готова променять на электронную. В основном, если фантастика живет, верно, конечно. У Элсу люблю тоже. А есть книги, которые вы перечитываете время от времени? Ой, есть. Толстого Петра Первого. Очень люблю. Конечно, ждала. Новая литература чтила, это же бесподобно. И ждала. Это так прекрасно. И чувствуешь заботу о себе. Очень приятно. Мне вообще такая радость. Более трёхсот изданий пополнили местную библиотеку. Но прежде чем книги дошли до адресатов, они прошли этап санитарного обеззараживания. Во избежание заражения коронавирусом. Как дети. Все любят, радуются, обсуждают потом. Вот привезли это, вот мне это понравилось. А я вот ещё что-то заказала, а вот жду, а вот привезут. Стараемся им предоставить все услуги, которыми они нуждаются. Но душевного тепла, да, им не хватает. В такой приятной и душевной обстановке было решено наградить отличительным знаком за службу на Кавказе сержанта Расула Кубекова, который в этом доме стал практически своим. Он часто навещает постояльцев, спрашивает об их самочувствии и узнаёт, в чём они нуждаются. Поэтому место для торжественного вручения было выбрано не случайно. Небольшие подарки и знаки внимания, книги, DVD-проигрыватели и диски с кинофильмами некоторое время ещё будут напоминать об этой тёплой встрече и ненадолго помогут справиться с одиночеством. Сегодня в очередной раз мы убедились, что доставлять радость не так уже сложно. Ваше маленькое дело может для другого человека стать большим. В Карачаево-Черкесии прошёл региональный этап Олимпиады по истории государства и права, посвящённое 300-летию образования прокуратуры Российской Федерации. Участники старших классов, одержавшие победу на муниципальных этапах, боролись за первенство и показали свои знания в области права. Подробнее в репортаже Карджи Биджиева. 36 призёров муниципального этапа из разных школ республики приняли участие в Олимпиаде по истории государства и права. Само мероприятие проходило в целях развития творческой активности учащихся, умения систематизировать изученный материал, анализировать, сопоставлять факты и делать логические выводы. И, конечно же, создание необходимых условий для поддержки одарённых детей. Церемония открытия Олимпиады началась с приветственной речи министра образования и науки республики. Инна Кравченко пожелала учащимся приобрести массу эмоций и успехов. Каждый из вас для нас является победителем уже сейчас, уже на данном этапе. Но, тем не менее, сегодня вам предстоит также продемонстрировать свои знания, свою широкую эрудицию, продемонстрировать те знания и умения, которые вы получили в школе. Очень надеюсь, что через определённое время кто-то из вас станет прокурором. Сама Олимпиада посвящена 300-летию прокуратуры и организована по инициативе Министерства образования и прокуратуры Карачаевой Черкесии. Само мероприятие проходило на базе Института повышения квалификации работников образования. На уровне районной Олимпиады, где наши сотрудники также в этом участвовали, уже видели хороших, одарённых детей. Поэтому я думаю, что такой шанс появится и сегодня. Всего в тесте 40 вопросов и на их решение дано 45 минут. Участники Олимпиады рассажены в аудитории в шахматном порядке. При себе только канцелярские принадлежности. Сами вопросы запечатаны и их вскрывают только в присутствии комиссии. Ту же минуту их раздают тестируемым. Данная Олимпиада направлена на совершенствование гражданского и нравственного обучения старшеклассников и расширение их профессиональной ориентации. Моё участие в ней не случайно, так как в дальнейшем я планирую связать свою жизнь с юриспруденцией. Во время подготовки к данной Олимпиаде я узнал много нового об органах прокуратуры, что расширило мой кругозор в данной сфере. Также хочу выразить слова благодарности организаторам данной Олимпиады. Надо отметить, что ранее такой Олимпиады среди школьников старших классов не проводилось, поскольку данные материалы изучаются на первых курсах высших учебных заведений. По итогам тестирования первое место занял Осмамбидраев из села Садовое. На втором – Нурана Гараева, представляющая правокубанскую школу. Третье место поделили участники из Усть-Жигуты. Индира Гербекова и Залина Уртенова. Арча Биджиев, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Экзотическое шоу «Али врувер» на манерже Кисловодского цирка. В программе представлены все жанны циркового искусства. О яркой программе расскажет Светлана Шаганова. Программа многожанровая. На манеже представлены все основные виды циркового искусства. Животные здесь словно спортсмены, представляющие сборную России на Олимпийских играх. Вы видели, чтобы лошадь вот так дефилировала легкой джазовой походкой? В цирке «Али врувер» все возможно. Не уступают в мастерстве и артистизме обезьянки. Очень понравился артисты, были молодцы. Мне особенно запомнился клоун. Программа была очень интересна. Такие красивые животные. Мне все понравилось, было все очень красиво. Дведи были очень красивые. Все понравилось, но больше всех мне понравилось. Это где обезьяны на лошадь. Зал полон аплодисментов, улыбок и восторга. Экзотик-шоу «Али врувер» ждет всех на свои представления до 17 октября. Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, из Кисловодска. На этом субботний выпуск «Гвестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова